Каждый день мы просыпаемся с мыслью о том, что ты сильный. Мне нужно заново. Потому что ты сильный. Так бесит, если честно. Фортуз, это моя семья, мои друзья. Это чушь. Бывает такое, правда. А ты уже записываешься? Да. Ну это, наверное, моя первая, единственная секция вообще в моей жизни. Я уже больше никаким другим видом спорта не занимался. И как так получилось, что, наверное, попал в десятку. Ну и после этого была первая тренировка. Мой первый тренер Соколов Михаил Юрьевич, которому я очень благодарен за те знания, за, наверное, тот опыт, который он передал. Нравилось смотреть какие-то фильмы с боями, с любимыми боевыми искусствами. Я помню, этот мальчик каратист, там, где-то, Мияги Сан, может, кто-то знает. Я пересматривал, просто взахлеб. И родители долбали. Вот я хочу пойти в секцию карате, я хочу попробовать позаниматься. И папа повез меня, 8 лет мне было, повез меня, я пришел на тренировку. Я пришел к Ивану Ивановичу и увидел эти все удары, красивые броски. И меня сразу зацепило, мне понравилось. Я пришел тогда с родителями, и я сразу сказал, что я хочу этим заниматься. Ну, так вышло, что меня позвал мой друг, и поначалу мне не очень понравилось, на самом деле, заниматься этим спортом. И я позанимался, взял две полоски, раньше еще было две черные, не три, синее, две черные полоски. Я взял еще две черные полоски и перестал заниматься года два. Я первый раз пришла на карате в возрасте 10 лет. Все началось с того, что дедушка просто принес домой объявление о том, что вот в секцию карате набирают группу. Папе понравилась эта идея, потому что это была как возможность научить меня самообороне. И просто, ну, физическая активность в жизни не будет лишней. Я тоже была за, но мама моя, она была сторонница того, что карате – это не женский вид спорта, и чтобы я лучше ходила на танцы, нежели на карате. Поэтому мы договорились с папой, что я похожу определенный промежуток времени, чему-то научусь и потом ей покажу. Потому что после этого она мне не сможет отказать. Вот спустя месяц тренировок я пришла, показала ей, что я умею. Мама, конечно, была в большом шоке от того, что я выбрала карате, нежели танцы. От того, что месяц я ходила, она об этом тоже не знала. Она, конечно, не была за, но она и не была против. Но я все равно осталась тренироваться, и я сейчас этому очень рада, потому что карате – это было не просто как занятие, чтобы я не занималась чем-то ненужным, а также оно помогло мне построить меня как личность, и также в физическом плане тоже большой вклад. Ну, я еще был в садике, и у меня папа боксер, он хотел, чтобы я тоже пошел на спорт. И вот мне было 5, почти 6 лет, и меня мама решила повезти на карате, чтобы я посмотрел. Карате появился в моей жизни в 2002 году. Однажды мой друг предложил мне просто пойти попробовать какую-то спортивную секцию позаниматься чем-то, кроме того, что мы ходили на спортивную площадку в школе. И таким образом мы попали в 13-ю школу. Тренером стал Соколов Михаил Юрьевич, и именно с него началась наша долгая дорога, наверное, можно так сказать, в карате. Гута в 4 родители решили отдать на боевые искусства. Но тогда, когда смотрели, это был не контактное карате, то есть безопасное своего рода. Но решили туда отдать, а с другой, если они пошли вместе. Ну, и с тех пор просто понравилось, начали ходить уже серьезно. И тогда, когда появились успехи, уже когда понял, что это мое, просто продолжил заниматься. В 4 года энергия била через край, и попробовали, привели, понравилось. Не все гладко было. Первый месяц, как бы так, пойдем, не пойдем. Ну, СССР сказал, как бы, доведите до зала. Вот я возьму за ручку, заведу внутрь, дальше все будет в порядке. Ну, все, через месяц уже не оторвать, уже бежал сам. Ну, уже 10 лет бегает. Была в детском саду, Иван Иванович преподавал нам там карате. И потом, со временем, он нас пригласил сюда, и мы пошли. Впервые с каратэ мы столкнулись в детском саду. Иван Иванович пришел преподавать там как дополнительные занятия. Даша занималась, она захотела. И потом Иван Иванович захотел со мной встретиться и сказал, можно ли, чтобы Даша занималась у нас в клубе, я вижу перспективу. И это была главная инициатива Даши, потому что она сказала, да, мама, я хочу. И мы решили заниматься. И уже так занимаемся 6 лет, 7-й год, вот, 8-й год. И просто, наверное, смотрелся каких-то фильмов в детстве, и просто карате кто-то привлекал, и поэтому родители решили отдать именно на эту секцию. Ну, это было давно, еще 10 лет назад. В принципе, решали совместно с женой, то есть это было решение такое семейное. Я предложил, жена была не против, сын тоже. Решили попробовать, пошли. Понравилось, втянулся, вот уже 10 лет в спорте. Все увлекались пацаны Джеки Чан, Mortal Kombat, Черепашки-Ниндзя, что еще? Кровавый спорт, Ван Дамм, это были такие мои кумиры. Очень нравилось смотреть про них фильмы. Меня это мотивировало заниматься спортом. Ну, я был таким безобидным ребенком в детстве, даже чересчур спокойным. И отец переживал, может, даже за то, чтобы меня там в дальнейшем не обижали, и решил, видел мое стремление к этому боевым искусствам, и решил меня отдать на спорт. Ну, я пошел на тренировку в 4 года. Я занимался, ну, в суду, там, Иван Иванович нам ходил, там, делаю разные. Ну, короче, мы там разные акробатические упражнения делали. Вот, а потом он мне предложил заняться каратэ. Ну, и я пошел в 4 года каратэ и до сих пор занимаюсь. Моя подруга ходила, и мы пришли, ее ждали. И мне предлагали туда пойти. Но у меня как-то было так, не по себе, и я туда не шел. Ну, как-то было страшно. И потом со временем у нас в детском садике тоже пришел тренер, и тренировал нас. И это оказался тренер, ну, с этого клуба. И он пригласил меня пойти на каратэ, и, ну, я до сих пор хожу. Ну, первый раз пошел на каратэ 5 лет с другом. Ну, родители давали просто, чтобы я занимался спортом. Ну, просто поддерживал, отдавал здоровый образ жизни. Ну, как бы на такие успехи, ну, не надеялся. Первую тренировку помню. Это была пробная тренировка. Родители сидели в зале, чтобы посмотреть, ну, как вообще это все происходит. Ну, сам, сами занятия не помню. Иван Иванович помню прекрасно. Я точно помню, что в первых тренировках я очень боялся, даже плакал там, за родителями скучал. До того, как еще кимоно нам выдали, когда просто в штанах, в футболках тренировались. Это было как-то странно, непривычно. Я пришла первый раз на тренировку, я знакомилась со всеми девочками и с Джекой. Мне показалось, что хорошая девочка, и мы стали дружить. Долго и счастлива. Ну, если вспоминать, каратэ я уже занимаюсь очень давно, еще с 98-го года. Вот, пришел на занятия, мне было тогда 5 лет. Привела меня, ну, я вообще, у меня папа был профессиональным спортсменом, он мастер спорта по боксу, как бы, и у меня с самого детства был интерес к каким-то таким боям, дракам, вот. Пока папа был в командировке, мама меня дала на каратэ, не знаю, почему даже это было именно на каратэ, но с первой тренировки мне очень понравился, мне понравился мой тренер. У меня стало получаться, как бы, я, все меня хвалили, вечно, не знаю, говорили, что я талантливый ребенок, вот. И мне просто очень прикалывало это, и так я остался вот уже сколько, 20 лет, 20 лет я в спорте, вот. К нам в садик пришел тренер и сказал, я набираю эту группу заниматься каратэ, и так и пришел, вот, я начал заниматься каратэ. До того, как мы узнали, что есть такой спорт каратэ, Арсений занимался большим теннисом, с трех лет каратэ мы узнали в детском саду, Иван Иванович приходил и проводил такие ознакомительные занятия, Арсений зацепило, плюс моего друга, дочь занималась серьезно каратэ, и мы пошли на соревнования с Арсением, по Шатаканам, где принимал тогда еще Олимпик, ныне Фортиц, и его зацепило, и он, ну, когда его задал вопрос, что надо сделать выбор между двумя спортами, потому что, ну, начиналась учеба, и он сказал, мне, наверное, больше нравится каратэ, и мы начали ходить и влились, у него пошло, ну, как бы, в таком ключе и двигаемся до сих пор. Первый раз я пришел на каратэ только, когда мы были в садике, Иван Иванович был нашим тренером, и потом он нас пригласил в свой клуб, и мы начали заниматься. Иван Иванович, в первую тренировку, был страх, я не знал, куда я иду, что-то такое вообще, ну, переживал, что проявлю себя недостаточно, наверное, что, может быть, тренер скажет, что ты какой-то там слабый, ну, не знаю, очень сильно волновался. Ну, в принципе, после первых занятий я понял, что мне это нравится, и дальше начал тренироваться, тренироваться. Тренировок я уже ждал, не боялся, а ждал. Хотел идти, хотел изучать что-то новое, ну, вот так вот каратэ зацепил и до сих пор держал. Ну, первую тренировку, это родители меня записали, получается, ну, нашли объявление, позвонили, записали, я пришел без кимомного пока, со штанами, футболкой, потренировался. Ну, мне понравилось, я захотел еще, даже оставался немножко, чуть-чуть еще тренировался после тренировок. Так, тоже попросил отца, повел меня на секцию в каратэ, помню, первый тренер, Каморкин Дмитрий Александрович был. И помню такой сумбур, смотрю, какой-то там, еще что-то там и не было, были маты. Как-то было очень, ну, так, непонятно, куда я попал, первая тренировка, много взрослых. Я даже не первый, после первой тренировки я даже не понял, что произошло и вообще, что это было. Мои первые, наверное, воспоминания, что я пришел, это был 20 ноября, захожу в зал, уже было холодно, еще как-то так, прям совсем было. И, наверное, может, даже это немножко оттолкнуло, боже, какие-то такие, все, деревянный пол, он такой весь неровный, надо бегать, прыгать, что-то топать, нужно там, на нем нужно отжиматься неплохо. Но сейчас, конечно же, условия уже получше, и, я не знаю, я всегда стремился, чтобы спортсмены нашего клуба могли заниматься в хороших условиях, чтобы у них было всегда, где понятно, что должно быть атамик, где тренер фаса, были зеркала, были снаряды, по которым можно было бить. И вообще, для спорта какие-то высшие достижения необходимы условия. Все думают, что я занимаюсь танцами или гимнастикой, а потом, когда они узнают, что я занимаюсь карате, они очень удивляются этому. В основном и друзья, и семья, и все относятся нормально. Бывает только, когда незнакомые люди вот слышат, они удивляются, как это так, девочка, карате, разве так можно, а в основном все позитивно, всем интересно. У меня было 5 лет, я начал заниматься этим спортом, контактным каратэ, и через месяц так получилось, что я уже выступил на первых соревнованиях. Побили сильно вообще. Я, правда, еще тогда в этом возрасте не совсем соображал, что со мной произошло, поэтому не было там желания сразу бросить, так это все, как произошло моментально, что я не успел там огорчиться в спорте. Первые соревнования в 4 лет были. Первые соревнования, когда были, готовился дома каждый день, и это дало свои результаты. Два первых места выиграл. Ну, на чемпионате Николаевской области в Динамо, когда я вбился за первое место, это было очень сложно. Он мог бы меня выиграть, но я постарался. Мы проходили в Одессе, тогда я, помню, занял третье место по карте. Довольно очень сильно волновался, и тогда еще не особо понимал, что происходило, но говорили, делать я делал. Первые соревнования, я участвовала в ката, я заняла там первое место, конечно, волновалась, а потом я узнала, что я участвую еще и в кумите. Ну, я много забоялась, но все равно заняла третье место, и я была очень рада этому. Я когда выиграл первое место, я очень радовался, и понял, что это мое, и начал выигрывать дальше. Я была очень радостной, когда первый раз выиграл. Соперник был достаточно сложный, и родители тоже были радостные, когда я победил первый раз. Было 5,5 лет, я участвовал в категории 8-11 лет, среди таких уже довольно взрослых ребят. Понятное дело, я там расплакался, закрылся в туалете. Ничего я не выиграл тогда, мне подарили подарок как самому младшему участнику турнира. Это был пазл. Ну, не знаю, меня зацепило, и так я остался на всю жизнь. Когда я выхожу на Татаме, первый бой, это, ну, волнительно. Если проиграешь, то все, а если ты выигрываешь, то ты можешь идти дальше, и у тебя уверенность появляется. Я до 12 лет не мог заработать призовое место. Потом были первые соревнования в аграрном университете у нас, и тогда я первый раз получил свою первую медаль. Эта категория была 12-13 лет, в которой мы встретились с Витей Аксенджиком в финале. Это были непередаваемые эмоции. Первая какая-то награда, серьезное достижение для меня. На первое соревнование, тогда, опять же, с Леней в финал вышли. Тогда вот самый запоминающийся, наверное, момент из детского карате. Вот так, когда победы сами пришли, не знаю, не запоминаю. Поначалу я тренировался так вот. Получится, нет, не серьезно. А потом, как первые соревнования начались, и у меня все начало получаться, и я захотел тренироваться дальше. Вторые соревнования были через какой-то период. Я уже, по кейбоксингу, кстати, я уже занял третье место через несколько месяцев. Ну, то есть была положительная тенденция в моем развитии спортивном. И к восьми годам я выиграл там чемпионат Украины по контактному карате среди детей. Ну, я тогда занял третье место вроде бы, и это было страшно. Первая там обстановка, много людей. Все свое юношество, и до 16 лет я занимался спортом в Одессе, в разных клубах. Ну, и показывал хорошие результаты, достаточно такие. Выиграл много чемпионатов Украины по кадетам, по юниорам. Ну, такие всеукраинские турниры за границей. Я много где был, Будапешт, Оупен, Гран-при Хорватии. Ну, много турниров, и везде занимал первые места. В основном, мало где проиграл, вообще, особенно за границей. Самые мои первые соревнования – это заграничные. Когда мы первый раз вообще поехали в Польшу, и тогда я пока-то прошел 7 кругов и занял третье место. Вот тогда меня прям очень сильно вдохновило, и я начал еще больше работать, чтобы в будущем занять место на Европе или в мире. Случаются такие моменты, когда ты устал, когда сложно, когда что-то болит, что-то не получилось. То есть, какая-то там идея сорвалась, и хочется сказать, все, хватит, стоп. Но в этот момент нужно сказать себе, что нет, как это стоп? Для чего я шел весь этот путь? Зачем я это все проходил, тренировал, изучал? Нет, нельзя останавливаться. Нужно всегда идти вперед. Нужно двигаться, двигаться, тренироваться, развиваться, искать новые знакомства, новое общение, открывать перед собой какие-то новые двери, искать новые горизонты. То есть, останавливаться никогда-никогда нельзя. Нужно идти вперед. У каждого с произменой появляется такое желание, вообще все бросить, особенно вот в период 13-15 лет. Хочется завязать, и думаешь, вообще, зачем оно мне надо, зачем я этим занимаюсь. Ну и тут как-то и родители, может, то, что родители помогли не бросить это все. А потом, когда уже 16-17 лет период, ты становишься более осознанным и понимаешь, что это на самом деле круто, ты выделяешься чем-то из серой массы, которая ничем не занимается. Были моменты такие, когда хотелось бросить спорт. Их было немного, но я их запомнил. Их было два таких момента. Один, когда мне было, наверное, тоже лет 8 или 9, и так получилось, что вот тогда в контактном карате или киеве, я точно не помню, просто по какому стилю мы тогда дрались, и там было дети, допустим, по-моему, до 12 лет, и весовые категории. То есть, мне могло быть 9 лет, я мог драться с 12-летним, но только у нас вес одинаковый, плюс-минус. Ну и, соответственно, если мне 9, я парню 12, опыта больше, он сильнее. И у меня тогда так получилось, что по танке кинули, меня вообще без шансов так побили, и мне стало очень обидно, что я не мог ничего сделать. Опустились руки, я психанул, там, убежал в слезах. Не хотелось ничем заниматься, но только благодаря отцу он меня утешил, подбодрил, мотивировал. Ну, не один день бесед со мной провел. И я все-таки остался, лишь пошел на тренировку, ну и как бы дальше начал опять драться, выигрывать, и как бы успокоился и забыл об этом. Проиграл, и такое чувство... Часто может появляться, но все-таки хожу. У меня была такая ошибка в жизни, я решила один раз бросить. Сложно сказать, какая была причина, потому что было очень много факторов, которые помогли мне принять такое решение. Наверное, самым весомым это было то, что за некоторый промышлок времени я не достигала этих результатов, которые я хотела достичь. Я решила, что, наверное, пора связывать, но сейчас я понимаю, что это вообще было очень глупо, потому что у каждого спортсмена, как я думаю, был такой момент в жизни. И вот это тот момент, когда люди или ломаются, или уходят. И я сейчас благодарна своим тренерам за то, что они не дали мне сломаться в тот момент, за то, что вернули веру в меня. И сейчас я тренируюсь из-за этого и хочу достичь как можно больше. Следующий момент был такой, когда я хотел бросить. Это я поехал на соревнования. Я помню, тренер такой был, Лэндл Сашин. Тогда с ним поехали на турнир в Венгрию. Я был в хорошей форме тогда достаточно. И турнир, буду пеш-толпом, я там ни разу не проигрывал. Я там был, наверное, раз в пять. Я все время занимал первое место. И я приехал на соревнования. И с первого круга я вообще не помню, чтобы я проигрывал, вылетал так. Я выхожу на татами, я разминаюсь, чувствую себя отлично. Только становлюсь на татами, такое чувство, что ноги ватные, или перенервничали, что произошло. Может, какая-то проблема психологии произошла. Может, подготовка плохая, психологическая. И такое чувство было, как будто ноги какими-то динамиками приковали. Я не мог ничего сделать, не поднять ногу, ничего. И я проиграл. И мне, короче, стало страшно, что для меня было стыдно. Я ощутил позор. Я не хотел больше, чтобы я испытывал такие чувства, как вот тогда. Я хотел прекратить спорт, потому что я боялся, что в следующем соревновании в основном произойдет то же самое. Вот у меня был такой страх. Как бы смешно не звучало, но мама говорит, пошли в церковь, там помолимся, такого плана. У меня семья верующая, и я тоже. Ну и я доверился, пошел в церковь, помолился, пообщался с родителями. Просто это как раз все происходило перед турниром. Меня спрашивают, будет ли ты выступать? Нет. А я говорю, нет, все, не буду. Ну и тогда я решил, короче, вот еще один раз попробую. Если опять будет такая ситуация, я ухожу со спорта. Ну и так получилось. Там пообщался, сходил в церковь, пришел домой. Прошло пару недель, я выступил на соревнованиях. Все, слава богу, было хорошо. Я хорошо выступил. Это был Кубок Черного моря. Я выиграл первым местом. Ну и прошло тоже вот эта вот вспышка, когда мне хотелось бросить все. Да, было желание бросить лет 10-11, но такое мимолетное, когда становилось очень трудно заниматься. И были сложные тренировки, и бывало по нескольку раз в день, и было очень сложно. Тогда даже иногда подумывал, а зачем оно мне надо? А потом просто вспоминал, что переходил на тренировку, понимал, что это мне все-таки нравится. Даже устаю, оно мне нравится. Так что передумал. Был момент в моей спортивной карьере, когда я выступал на чемпионате Европы и занялся новое место. К сожалению, это не призовое место. И был момент такого больше морального такого вот расстройства, и были даже мысли как-то бросить карате. но поддержка тренера, поддержка даже моих одноклубников, хороших друзей, помогли мне двигаться дальше. За чемпионатом Европы следовали другие все украинские турниры, и в них можно показывать уровень и двигаться как-то дальше. Поэтому никогда не повод бросать бросать тот или иной вид спорта из-за какого-то большого поражения. Начинал часто проигрывать, ну, большие падения после успехов. Ну, начинались проигрыши. Были такие ситуации сложные, но самое главное просто переждать их и все. Таких критических моментов не было никогда, наверное, потому что он по жизни боец, спортсмен, и его закаляют поражения. Ну, конечно, первое время сильно расслабляли постоянные победы. Он был в своей категории постоянно лидером, и я всегда ему говорил, что не расслабляйся, потому что твои друзья, которые тебе прыгают на татаме, их закаляет это, и они развиваются сильнее тебя, а ты на расслабоне идешь вот и пользуешься ресурсом, который тебе там дам природа. Ну, с людьми он это понял и начал больше работать над собой, над успехами в спорте. 13 лет я на тренировке тоже получил травму серьезную с коленом, вот, и какое-то время просто там даже какой-то месяца два не ходил вообще, там была операция, я ну, не думал, что вообще вернусь в спорт, очень хотелось, очень было как-то так для ребенка, как даже, ну, очень было тяжело перенести, что даже как бы тут стать тяжело, только как хочется заниматься, хотелось дальше каких-то спортивных достижений, ну, и, и да, и после травмы как-то постепенно такое восстановление, это полугода, прошло полугода, может, месяц со всем, и потом, понятно, что начал уже тоже как-то какие-то выходить, там, с ребят в футбол начали играть, и думаю, нужно как-то вернуться в каратэ, уже через год, наверное, ну, как-то в каратэ, помню, на плавание походил и на бокс, потом вернулся назад в каратэ, позанимался немножко, потом опять почему-то забросил это дело, как раз бы это был тот период, что 14-15 лет, и ты думаешь, зачем оно тебе все нужно, в общем, и я, получается, как забросил это все, и потом, помню, уже на первом курсе института, просто иду по улице и смотрю баннеры, баннеры висит, я просто решил позвонить, позвонил, ну, взял трубку, дрозд Иван Иванович, и говорит, приходите, приходи на тренировку, попробую, я пришел, конечно, был таким, бревном, бревном, где-то ногу мог поднять на уровень, колено, наверное, своего, и все, начал заниматься. К сожалению, каратэ все-таки это такой активный вид спорта, поэтому травмы как бы не избежать. Был два раза перелом, один раз руки, пальцы, один раз ноги и пальцы, один раз была серьезная травма в прошлом году, в Житомире, когда получил прямой удар в горло, то есть, как бы, слава богу, все обошлось, но респектарлизировали на некоторое время в больнице. Но так, слава богу, все в порядке. С возраста кадетов, когда уже прошел детский спорт такой, и уже начались серьезные соревнования, серьезные подготовки, и поэтому уже понял, что каратэ это уже неотъемлемая часть моей жизни, и нужно делать в этом результат, тем более у меня получалось. место, место, оно всегда первое-первое-первое было, но потом, пошли поражения, поражения, и из-за этого, ну, немножко так хотелось, чуть подбросить, каратэ, но потом победа, я еще захотел, хорошо, но остался. Желание бросить было когда-то в возрасте лет десяти, у меня не получалось выступать ни на каких соревнованиях, я постоянно проигрывал, и в тот момент я подумал, возможно, это не мое, но как-то все обошлось, я очень рад, что остался в этом спорте, мне очень нравится. Обстоятельства, что я там как бы временно забросил вообще спорт, забросил это дело, приходилось там работать, и сейчас, как бы, ну, возобновил это все, и надеюсь еще, как бы в тренерстве тоже добиться успехов, как бы цели ставлю, думаю, все получится. Ну, так получилось, что я немного начал заниматься другими вещами, и 8 лет меня не было в спорте, я ушел, вообще ничем не занимался, касательно спорта, хотя к тому моменту я уже тренировал детей, у меня было несколько групп, так получилось, что я ушел из тренерства, из спорта, ну, можно так сказать, сменил квалификацию, все. тренером я стал, наверное, очень рано, лет в 13, у меня был первый ученик, Женя Попович, который до сих пор помню, как я учил его делать ката, учил там, не сдаваться, первое соревнование, да, даже немножко смешно это вспомнить, как это было давно уже, вот, ну, непосредственно, когда я понял, что это, наверное, мои призвания, или то, чем бы я хотел заниматься, чему бы хотел посвятить всю свою жизнь, это уже было, наверное, лет в 16, в 17, я все-таки задумался, когда каждый молодой человек думает, а кем я хочу быть, водителем, нет, нет, тренером, да, все-таки хочется тренировать, все-таки хочется воспитывать спортсменов, двигаться вперед, ну, передавать какой-то опыт, и поэтому я, наверное, решил для себя, что я буду тренером, плюс были люди, которые поддерживали, поддерживали мои идеи, и когда мне было сложно, ну, подталкивали, говорили, что не останавливайся, ты что, за тобой уже есть спортсмены, есть те, кто на тебя очень сильно рассчитывает, рассчитывают на твое движение вперед, но мы готовы поддерживать, но ты, главное, не останавливайся, ну, вот, и поэтому так сложилось, что теперь уже, это моя профессия, мое, наверное, это любимое дело. Вот я помню, что первый раз, как Ваня предложил подтянуть пару ребят, ну, я согласился, было очень интересно попробовать, я помню, мы поднимались на третий этаж, там была маленькая комнатка, там, три на четыре, и мы там вот так и начали, наверное, свою тренерскую карьеру, вот, и мы там тренировались с детьми, и потихоньку, и я замечал, и Ваня, что, да, что-то, что-то есть толк от этих тренировок, вот. Я всегда хотел быть тренером, вот, еще с самого детства, закончил университет, ну, закончил университет у нас, в Николаеве, университет кораблестроения, имени адмирала Макарова, но спортивный факультет, теории, методика преподавания, олимпийского и профессионального спорта. Люблю детей очень, вижу в этом смысл, я учитель, я помогаю воспитать нормальное, здоровое поколение, с нормальными духовными ценностями, ну, с уважением к взрослым, друг к другу, чтобы они умели друга поддерживать, чтобы были настоящими друзьями, не подлецами. Это очень важно, я считаю. Поэтому я вижу в работе тренерской большой смысл, и меня это очень мотивирует, я вижу, что, в принципе, у меня это получается, меня дети слышат, ну, потому что, наверное, я чувствую, что я искренне заинтересован в них, соответственно, и, наверное, есть коннект, благодаря тому. Каждый ребенок, которого я тренирую, он для меня, как какой-то мой мини-проект, и когда я вижу, что получается, у него какие-то там маваши, гиаку, классные, я прям заряжаюсь энергией, еще больше мотивируюсь, еще больше хочется, ему что-то дать, и даже так можно сказать, что вот, ты тренируешь детей, потом ты сам тренируешься, и ты даже можешь что-то перебирать у детей, которых сам тренируешь, то есть, это, это очень крутое чувство, особенно, когда дети еще твои выигрывают на соревнованиях, ты, ну, просто, как, ну, становишься обескуражен, одержим, еще больше, еще больше, нужно, еще добавлять, да, и каждому ребенку ты видишь, и придумаешь, знаешь, как в видеоигре, придумаешь, чтобы ему добавить, и чтобы он победил какой-то, как режим, режим карьеры, вот. всегда пытаешься найти просто подход к каждому ребенку, вот, и, наверное, самое сложное, работать просто с детьми, которыми это не очень нужно, как бы, когда приходит много народу, есть ребята, как бы, талантливые, есть ребята, не талантливые, но есть люди, которые занимаются с удовольствием, и, когда, ну, большинство таких детей, то работать просто и классно, это получаешь кайф, когда бывает, ну, приводят прям таких детей, с которыми не хочется заниматься, бывает такое, правда, которые не хотят заниматься, вот, с ними работать очень тяжело. Мне кажется, каждый тренер должен обладать, наверное, двумя, как бы, не качествами, а целями, но, первое, нужно любить детей, то есть, ну, нужно к ним относиться с теплотой, даже, может быть, когда-то, там, шутя, но детей нужно любить, если тренер, он не проявляет никаких чувств, ну, теплых чувств к детям, то есть, он не любит, ему это все раздражает, но это не тренер, то есть, это какой-то, значит, не тот человек, он не на своем месте. Ну, и второе, наверное, это всегда иметь желание чем-то помочь ребенку, то есть, если ребенок приходит, он, он, может быть, там плохо ходит, или он плохо слышит, или просто он физически слаборазовый, значит, нужно помочь ему стать немножко сильнее, научиться прыгать, там, бегать, ну, то есть, просто помочь ему, как бы так, социализироваться в нашем обществе, если ты ребенок, который просто хотел бы там заниматься для себя, дать ему это возможность, пусть он занимается, какую-то там уверенность, если там один из тысяч детей приходит, он просто очень талантлив, и он может стать там чемпионом, он может достичь каких-то величайших высот в этом виде спорта, тренер просто не, ну, должен тоже помочь в этом. Поэтому, наверное, тренер должен быть таким качеством, как желанием помочь каждому ребенку, который пришел в клуб, который вот сейчас занимается, и, ну, поставить свое твердое плечо, помочь, и увидеть, что может дать такую спорт, как каратэ, этому человеку. Менялись тренера, менялись стили, направления, но каратэ осталось в нашей жизни, и сейчас мы тренируем детей, и стараемся все свои знания, которые получили за эти годы, вложить в их головы. Тренирую я с 16 лет, произошло так, что папа говорил с тренером, чтобы я хотя бы чем-то занимался, не только ходил на тренировки, а может еще и тренировал, потому что у меня это может получалось, и Ваня, Иван Иванович, решил дать мне на дополнительные тренировки детей. Поначалу это были те дети, которые вообще не могут, не слушаются на обычных тренировках, то есть, и он их мне отдавал, и я их пытался привести в норму, в чувство. С этого я или возвращал, либо продолжал дальше тренировать дополнительно, захотят или нет. И так, так, дальше, дальше, и сейчас я начал тренировать детей группу, и это, думаю, получается, всем нравится. Первый раз я стал тренировать в возрасте лет 16, это была первая индивидуальная тренировка моя, опять же, в 31-й школе, и тогда пришел один, мой первый ученик, я пытался научить его ката делать, подготовить его на третью полоску. Это было довольно-таки непросто, я даже с первого раза не вспомнил ката, но все получилось, и он со мной тренировался довольно-таки долгое время. Сейчас учусь на спортивном факультете, то есть я буду тренером, то есть я учусь, как правильно давать упражнения, как нагрузку построить, и чтобы ребенок пришел, и не сломать его, а как-то оздоровить его и укрепить. Каждый, кто тренируется, кто занимается любимым видом спорта, может быть, даже он не станет чемпионом Украины, не станет лучшим в своем городе, в своей области, и, конечно, может быть, он не дойдет до уровня чемпионата Европы, но каждый человек, который занимается спортом, он имеет право на какое-то свое спортивное будущее, поэтому есть в клубах у нас, в клубе «Фортис» есть первый уровень соревнований, это клубное соревнование, которое называется «Фортис Кап». Мои ученики сейчас выступают на соревнованиях на «Фортис Кап», и это не передаваемые эмоции, когда выходит твой ребенок, и ты знаешь, что вот, он может делать то и то, и у него получается, а когда он выигрывает, он получает медаль. Глаза родителей и детей, это не передать словами как бы. Первое, пока мяч еще не выиграли, только на своих клубных соревнованиях «Фортис Кап» они показывают результаты хорошие. Но очень сильно переживаю, как будто это я на татами дерусь. Какое место занял? Первое. Первое занял? Нечистое. Второе. Второе? Сейчас брат твой. Какое займет? Ну, нету места. Болеешь? Да. Как считаешь, победит? Да. Какое место займет? Второе. Ну, а почему тут не первое? Ну, тихо-то, чуть-чуть неплохо. А так он очень хорошо бьется. Спортсмены самого начального уровня могут уже принимать участие, проявлять себя как спортсмены. А что такое вообще, вот, ну, для меня спорт, физкультура? Да, многие там, мы смотрим там на улице, бегают по утрам, там кто-то там подтягивается, кто-то еще занимается. Вот, и где вообще это отличие? Где физкультура, где спорт? И, ну, и то, и то вроде как бы хорошо. Для меня физкультура – это занятие спортом для себя, где человек не участвует в соревнованиях. А спорт – это соревнования, это подготовка себя, подготовка своего тела, своего духа, своего, ну, как бы психологического настроя для того, чтобы участвовать в соревнованиях и побеждать. Вот, поэтому дети должны все иметь такую возможность, ну, и если есть какие-то талантливые спортсмены, их нужно поддерживать, поддерживать всем обществом, клубом, областью, страной и толкать, и это наша, наша гордость, наше светлое такое будущее. Вот только сейчас, буквально позавчера произошло такое, как бы, серьезное событие в спорте Украины, у нас, не у нас, в общем, как бы, в нашей стране. Роберт Шароян, он получил лицензию на юношеские олимпийские игры, которые будут в Буэнесс-Айрес. Вот, это спортсмен из города Днепропетровска, это ученик моего хорошего друга, и вот они получили, это будет первая лицензия у Украины на Олимпиаду. Вот, пусть даже юношескую Олимпиаду, но это очень круто, и я горжусь, что у нас в Украине есть такие спортсмены. Да, где-то, может быть, не дотянули на отборе, у нас мы были близки к этому, там, на первом этапе отбора, но мы будем стараться, и я думаю, что у нас все получится, и мы тоже увидим не канадских спортсменов, но участникам Олимпиады, возможно, а может быть, даже и призюрам. Первый чемпионат Европы, который был на Кипре, когда я отобрался с тренером, очень был счастлив. Когда поехал, очень сильно тренировались, были две тренировки в день, хорошо готовились, но из-за того, что я первые такие соревнования, крупные, я очень сильно волновался, поэтому проиграл, вот занял седьмое место. За последний год есть несколько таких успешных у нас выступлений, у нас есть два новоиспеченных чемпионов Украины, там, Абраменко, Иван, Хомский, Леонид, которые завоевали золото на последнем чемпионате Украины. Также после, как бы, такого фурора, наверное, Артема Середы, как-то когда он стал чемпионами Европы, вот, буквально месяц назад он приехал из Марокко, где проходила всемирная гимназиада, он там завоевал третье место, это тоже, я считаю, такое высокое достижение нашего спортсмена. Виктор Ксенджик, который среди 176 спортсменов, он стал пятым, и буквально в шаге становился от медали на турнире серии А по карате в весовой категории до 75 килограмм. А также своим успешным выступлением он зашел в топ-100, он сейчас, там, пока на 85-м месте в мировом рейтинге и уже имеет право выступать на таких крутых соревнованиях, наверное, как Премьер-лига, это, ну, перед чемпионатом Европы, мира, это, наверное, самая высокая ступень турнира вообще в ВКФ. Я вхожу в топ-100 по категории минус 75. Когда получилось так, что я попал второй раз, отобрался в сборную Украины и попал второй раз на Европу, я уже был готов и был уверен, поэтому я собрался с своими мыслями, силами и смог занять первое место. Я могу теперь ездить, например, в лиге, то есть больше соревнований, больше опыта и больше возможностей. Вообще не верилось, тренер был очень счастлив, сказал, что лучше мне бегать везде, давать своему интервью. Чемпион, это, наверное, он заключается в трех основных режимах. Режим сна, питания и тренировок. То есть, если мы что-то будем нарушать, мы будем плохо питаться, либо мы не будем нормально высыпаться, либо, ну, понятно, мы не будем тренироваться, то чемпионом быть невозможно. Мы знаем такие великие спортсмены, как Майк Тайсон, который три раза в день тренировался, который два раза только днем спал, вот, и очень-очень плотно кушал. То есть, ну, каждому, наверное, подростку особенно нужно это понимать. И сейчас там вместо того, чтобы посидеть в интернете до полтретьего, проснуться в 7 утра, пойти в школу, потом прийти со школы, не покушав, пойти на тренировку. То есть, это просто путь в никуда, это бездна. Только можно загнать свой организм, ну, в ненужное состояние, и я думаю, что будет плохо от такого режима. Если человек понял, что, наверное, я хочу быть спортсменом, и не просто так ходить, чтобы, типа, я спортсмен, а чего-то достичь, то необходимо все эти три режима соединить воедино, и вообще не останавливаться, правильно питаться, вовремя ложиться спать, чтобы как минимум 8 часов должен быть сон. Ну, и плюс, конечно же, там, как минимум 2 раза в день тренироваться, ну, только так, только так, ты сможешь стать сильнее. Потому что в то время, когда ты тренируешься, еще тренируются, там, миллионы людей, тренируют каратэ, и очень много людей из твоей весовой категории, которые тоже в этот момент тоже тренируются, нужно понимать. Хочешь стать сильнее, работай больше всех. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помнились соревнования, там, где я выигрываю больше первых мест, когда в КАТА и в КУМИТЕ я участвовал, это было в Польше. Я выиграл в КУМИТЕ и в КАТА два первых места, но еще одна была категория, в КУМИТЕ я в ней проиграл. Получается, так, на том-то там и на том-то там игрался. В 2015 году в Киеве, Киев Оупен, тогда я вышел в финал, я дерусь, я проигрываю 2-0, остается там 15 секунд, ну и уже как нечего делать, я просто собрался и ударил три раза, так рукой ему, и выиграл как раз на последних там 10 секундах. Наверное, самые запоминающиеся это были международные соревнования, они проходили в надежде, это были мои именно первые серьезные соревнования, я там заняла третье место, было сложно, потому что я еще не так много умела, и я очень рада, что я там заняла призовое место. Это когда я в Зальцбурге выступал, когда я смог драться в поединке за третье место, я думаю, это самое серьезное и самое лучшее мое выступление, было, хоть я и не выиграл тогда, но тем не менее, это было самое лучшее, все, что было. То есть в Украине это совсем не так, как на тех соревнованиях, и даже когда я ездил на Европу, это было не так серьезно, как тогда. Думаю, победа на чемпионате Украины 2017 года, ну, это то, чем я горжусь, настоящий какой-то результат именно кадетского возраста. Большая победа это чемпионат Европы в Болгарии, который в 2017 году проехали. Когда она выиграла в последний раз девчонку, которую она не могла выиграть в два раза, у нее прямо аж искры с глаз, и я очень рада, что у нее получилось. пока на сегодняшний день чемпион Украины. То есть это то, что как бы останется. Вообще он начинал как-то начинал уверенно, потом, когда пошли соревнования, он как бы всегда был в финалах, не всегда выигрывал. Вот это вот был такой как бы комплекс первого места, потом, когда пошло первое, 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 несколько раз прошло, оно успокоилось, и был переходной период, переход во взрослое, скажем так, карате, вот в кадетское, когда пошли уже официальные чемпионаты, и с первой же попытки как бы ему так удалось, но теперь главное вот не расслабиться, а поддерживать, потому что уже есть что терять, уже оно тогда для него, конечно, номер один, и для меня тоже. Достижение главное, это он меня уже перевернул, то есть у меня таких достижений не было, поэтому он уже меня обошел. В сбор на Украину попал целый второе место на Украине и на Будапеште. Вступал в Испании, ну, пошел три круга, для меня это большой успех на чемпионате игры. Соревнования, чемпионат Украины среди школы риф, и я там два года подряд занял первое место. Высокая награда, наверное, третье место на чемпионате Украины среди молодежи в 21-21? Сейчас карате это уже есть олимпийский вид спорта, и в 2020 году будут проходить олимпиады, где карате будет впервые представлено как уже не просто не олимпийский вид спорта, а как уже спорт на одном ряду, как там с легкой атлетикой, боксом, волейболом и другими видами спорта. И мы надеемся, что после представления карате уже войдет на постоянной основе, войдет в ряды олимпийских видов спорта, и мы сможем уже готовить наших теперешних юных спортсменов, которым сейчас 16-17 лет, потому что олимпиада после Токио будет в Париже в 2024 году. Ну, как бы я такой перед собой, конечно, имею цель, если все будет хорошо в ВКФ, в организации, и мы останемся в составе олимпийских игр, и в 2024 году попытаться, чтобы кто-то из нашего города, из нашего клуба попал и был участником олимпиады в Париже. В Санкт-Петербурге, когда жил, я попал в очень хороший клуб, в очень хороший коллектив, где меня приняли, я там тоже сразу вышел на лидерские позиции, мне там очень уважали, помогали, тренер очень помогал с турнирами, оплачивали мне поездки. Вот. Разница, не знаю, мне кажется, каратэ на Украине просто как бы в целом все посильнее. Вот. Ну, в плане кумите, конечно, катистов в России намного больше, больше конкуренция, вот, и они сейчас там тоже ребята занимают на международных турнирах, там, на Европе, вторые стали сейчас в команде, как бы, у них, ну, ката более развита, чем на Украине, ну, мне это кажется, на мое мнение. но в целом, у нас топовых спортсменов на Украине больше, и, мне кажется, федерация у нас, ну, работает, как бы, слаженнее и лучше. Ну, внутри страны, это, так как уже очень долго мы все выступаем, мы друг друга знаем, знаем, кто что делает, и тут несложно, как бы, просчитать, обойти и выиграть, то есть, тут очень просто, а вот, за границей ты никого не знаешь, ты приехал, никто не знает тебя, и это намного более, это более интересно, и это сложнее, чем у нас, в местной соревновании, ну, в Украине. Я переехал в Канаду, и продолжал там заниматься, там они немного послабее, чем здесь, противники. Просто разные школы, разные подходы тренеров, разные характеры. Если в Европе это больше спокойно, то, если где-то в Южной Америке, просто, более, темпераменты, под каждую школу нужно подбирать свою тактику. И там, и там хорошие тренера, но здесь они немного получше, тренируют именно. А здесь немного сложнее, потому что, здесь я больше устаю. Если я дерусь с кем-то из своего, клуба, то это никак не влияет, потому что я знаю, как он дерется, он знает, как я дерется. По сути, это как бы бой, поединок на тренировке. То есть, а когда у тренера нету на серьезных соревнованиях, либо просто я дерусь против кого-то, чужого клуба, это тяжело, потому что он со стороны, он смотрит, ему может быть виднее, у него больше опыта, и он может подсказать какую-то очень толковую вещь. Тяжело в начале было, вот это, ноша, что ты чемпион Европы, и ты не можешь никому проиграть, но все бывает, поэтому главное, главное работать и стремиться к лучшему. Мы выступаем в одной категории, и довольно-таки часто мы ездим на соревнования в другие города, и там мы вместе выходим в финал. Я, когда выхожу в финал Жени, я понимаю, что с ней не страшно драться, я ее знаю, изучаю ее, но когда-то в один момент я плохо ее изучила, но проиграла. Но я не расстраивалась, потому что я знала, что в следующий раз я точно выиграю. За последний год, вот даже сейчас живут два года, потому что в августе 2016 года было принято такое решение международным олимпийским комитетом. Вот, да, наверное, все-таки больше стали уделять внимание этому виду спорта, потому что на самом деле до этого момента существует 18 каких-то федераций каратэ, никто не может понять, там куча каких-то, просто 3-4 буквы, и все там, каратэ такое, каратэ это каратэ, у каждой есть свои правила. А теперь существует вот каратэ олимпийское, которое ВКФ, вот, и другие. Сейчас есть ведущие спортсмены в Украине, такие как там Станислава Гаруна, Сереги Ананита, Тирюга Анжелика, ну и там Балера Чимбатарь, вот, ну, которыми, несмотря на то, что они не в нашем клубе, мы очень гордимся, и они входят, ну, в так называемую Токио, как бы, спортсмены, которые имеют высокий рейтинг, и могут попасть на олимпиаду в Японию, вот, для того, чтобы они попали, это нужно огромная финансовая, там, финансовая помощь, со стороны, наверное, государства, там, нужно очень много соревнований, там, фармакологии, ну, много-много всего, и нужны, нужны, конечно же, деньги для того, чтобы воспитать спортсмена такого уровня, это не просто пойти на тренировку, потренировался, пришел, это огромное финансовое вливание должно быть, и только тогда мы сможем видеть результат. Для детей заниматься спортом, это всегда, как бы, бюджет родителей страдает по-любому, но я не думаю, что как-то больше, либо меньше какого-то, то есть я думаю, что на уровне, ну, то есть, в принципе, амуниция, это то, что стоит денег, да, в этом спорте, и ее хватает достаточно, ну, как бы, большое время, поэтому, если расписать там вложения, то это недорого. Отдельная статья наших семейных расходов, ну, как бы, я езжу с ним, стараюсь ездить на соревнования, поддерживать его, так же, если там это соревнования в Одессе, ну, то есть, в близких нам регионах, то мы всей семьей ездим, я, супруга, вот, и поддерживаем ребенка, как бы, непосредственно присутствуя на соревновании, рядом с летами. Это стоит денег. Ну, если бы, что очень дорогое там, сравниваю с остальными видами спорта, оно, конечно, надо, но, насколько, как бы, особенно поначалу, мы использовали всякие разные, ну, во-первых, есть дешевые варианты, и экипировки, вот, то есть, я не скажу, что это особенно сказывается, тем более, как бы, всегда, всегда можно найти, вот, мы, когда пришли, было достаточно много жильей, занималось, да, всегда можно найти варианты, кто-то что-то знает, где-то что-то купили, и так далее, то есть, это не особенно, цены простоят. Когда уже пошли, там, условно, высокие достижения, ну, там уже пошли, конечно, посерьезнее, но тут уже, уже было во что вкладываться, тут уже, это инвестиции в будущее, да, тут вопрос не стоит. Спортсмен, вот, ну, в моем понимании, это должен быть атлет, это должен быть сильный человек, сильный, выносливый, который быстро бегает, далеко прыгает, сможет, там, потянуться, отжаться, побороть, там, ну, то есть, он должен быть просто сильным, вот, и про такие качества забывать не нужно, потому что, ну, как бы, тактика карате, это хорошо, это, там, работа, там, на контратаку, встречу, опережение, различные схемы, но, на самом деле, самое главное, в спорте, это атлетизм, в любом виде спорта, ну, сложно представить, там, какого-то спортсмена, не знаю, только может по шахматам, который плохо сложен, который слабый, он выходит, он после, там, двух-трех минут, он не может дышать, то есть, все эти компоненты должны сходиться воедино, и атлетическая составляющая, ну, и, конечно же, там, психологическая подготовка, плюс, наверное, выучка, тактики, наверное, карате, которая поможет, потом на татаме, одержать победу насильным соперником. Я все хочу как-то осуществить эту, как бы, идею, чтобы были какие-то семейные тренировки, чтобы могли заниматься и родители, дети даже одновременно, или отдельно, группы для родителей. На самом деле, карата тоже является такой эмоциональной разрядкой, я сейчас, там, долгое время тренируя спортсменов, бывают, делаю себе такие, там, дни, когда просто, вот, одеваю кимоно, одеваю перчатки, футы, капу, и просто хочу подраться, хочу, вот, как бы, такой, выплеск эмоций, и ты чувствуешь себя просто на высоте, тебе приятно, что, ну, там, ты в хорошей, пока еще, форме, ты можешь драться, ты можешь бить, ты можешь попадать, ты можешь пропускать, подниматься, ну, то есть, это тоже, и для родителей, там, ну, даже, если вам, там, 40-50, научишься бить, там, гьяку, суки, малыш, герри, побить по груши, по паду, я не знаю, там, и просто пообщаться на спортивную тему, это, наверное, круто. Сам никогда не был знаком с этим видом спорта, то есть, столкнулся только впервые, когда отдался на тренировку, ну, так как, он занимался довольно успешно, пришлось все-таки выучить кое-какие азы, правила, разбираться в этом немножко, ну, это интересно довольно, ну, и надо же знать все-таки, чего достигает твой сын и его товарища по кругу. Поэтому, я думаю, что каждый родитель, который интересуется занятиями своих детей, должен стремиться к тому, чтобы понимать и поддерживать. То есть, знания мне никогда не помешают. В принципе, я повторяю, что он спортсмен, и он, как и я в своем возрасте, там, в молодость, увлекался бильярдом, и для меня турнир, соревнования, это было что-то другое, это сразу изменение в моем мозгу, это я погружаюсь именно в это событие, и ворюсь, и живу, я смотрю на него, и вижу себя в молодости, он именно точно так же это все делает, он переключается от реальности, и входит именно в систему эту турнирную, и варится там. Да, есть в категории, конечно, много повторяющихся соперников, именно с которыми всегда, ну, стычки, то есть, основные конкуренты. и я стараюсь смотреть и видеть их не сильные места, и как бы перед такими серьезными поединками стараюсь отключать Арсения от всего, беседовать с ним, напоминать ему, как этот, что у него, что, какие сильные стороны, чтобы он это все учитывал на тотаме. Ребенок, он слушает очень много родителей, если, даже если он очень талантлив, если он мегаперспективен, и даже ему нравится тренироваться, он хочет тренировать каратэ или любой вид другой спорта, а родители против, и это, когда это ежедневно звучит в семье, что, ну, зачем это тебе нужно, того, там, есть другое, там, то есть, рано или поздно этот талант мы все равно сможем, ну, условно, похоронить, и он не сможет уже состоять, поэтому роль родителя в становлении спортсмена просто огромный, мы должны работать в унисон, поддерживать, то есть, связка, родитель, тренер, спортсмен, это такая, должна быть жесткая команда, это такое трио, в котором, ну, не должно быть предательства, в каком плане, то есть, никогда не должен сказать тренер, что у тебя плохой папа или плохая мама, или и наоборот, мама не должна сказать, что вот ты понимаешь, что твой тренер, он там, он ничего не понимает, он ничего не знает, и тогда, ну, ребенок понимает, что-то здесь не так, и начинает уже не настолько искренне работать, не начинает говорить себе, что ладно, это все равно что-то несерьезное. Он должен верить в то, что делает каждый ребенок, каждый спортсмен, верить всю душу и идти к поставленной цели. А мы будем просто помогать. Иван Иванович никогда никого не выделяет и сдает себя поровну всем, потому что мы по сути пришли к тренеру, не к спорту. Мы пришли к тренеру, я посмотрел, то есть я долгое время ходил и находился на каждой тренировке, еще в 31-й школе, когда мы начали заниматься. То именно его подход к каждому ребенку, к моему в частности, меня зацепил и в принципе это любовь взаимна. То есть я тоже его уважаю, как он уважает моего сына, меня, наверное, как родителя. Ну, стараемся. Сказать и передать это вообще очень тяжело, потому что шквал эмоций. Я сижу у меня компьютера, не отрываясь, слежу за сетками, за результатом, кричу. Жена даже иногда боится заходить в комнату, когда я болею. Она просто просит потом сказать какой-то результат и все, потому что она тоже переживает. Ну, передать это состояние, это большой кайф. Обладать за этим, получаешь удовольствие. То есть каждое соревнование, даже когда я не нахожусь там, это для меня, я бросаю всю работу, бросаю. Сижу дома, возле компьютера, с утра до вечера, удаю, переживаю. Очень-очень интересно. Кремучая смесь моих эмоций, потому что у меня и нервы, и страх, чтобы, не дай бог, никаких физических не было травм. Это ощущение адреналина, и это гордость. Потому что я вижу своего ребенка на крупных соревнованиях, всеукраинских. Ну, плюс мы еще ездили за границу. Поэтому для меня это гордость в первую очередь. Одна, наверное, из самых таких нужных, важных и полезных функций спортивного клуба – это объединение людей. То есть я сейчас вот на протяжении какого-то периода вижу, как спорт объединяет, как он не просто там тренирует тело, воспитывает дух и готовит тебя там выступать на соревнованиях. А спорт, он еще… В спорте появляются друзья, появляются хорошие знакомые. При родителе, спортсменов, которые тренируются в нашем клубе, очень много общаются там и общаются уже долгие годы. То есть это такие близкие люди, которые всегда смогут поддержать, всегда смогут помочь, даже в трудную минуту. Ну, это взаимоотношение тренерского коллектива, это взаимоотношение взрослых спортсменов, детей. То есть это одна такая большая, дружная, сильная семья, которая помогает друг другу. Нам немножко повезло, когда мы только начинали, старше нас были буквально единицы. Вот тех ребят, которые чего-то добились и уже стали мастерами. У нас пришла такая группа, где-то 15-20 человек, вот они там и остались в большинстве своем. Это очень хорошо, был такой коллектив, друзья, они вместе росли, вместе как-то вот… Ну и вместе с родителями мы ездили на соревнования, тогда клуб еще был поменьше. Вот по количеству сейчас он стал больше, но и клуб растет, и тогда нужна была, понятна, помощь. Не было такого количества тренеров, по сути, Иван Иванович все это, практически один. Либо-либо то, что я видел. Ну и, конечно, там и организация поездок, и сопровождение поездки, и там работа с детьми. То есть в меру сил, как бы, родители помогали. Наша группа самая лучшая, привет ей. Да, очень много друзей из разных групп, потому что все это… На тренировках у нас по группам мы не часто видимся все, но когда идут соревнования, то дети старшие болеют за наших, наши болеют за младших, и также они все вместе болеют за старших. Это единое целое, которое соединяет их, особенно вот этот вот командный тур, когда идут соревнования, это чувствуется. Поэтому дай Бог, чтобы они все дружили дальше, общались, и хорошо взаимодействовали везде. Мы познакомились на тренировке, после этого мы стали много общаться, после этого сдружились наши родители, мы сдружились со всей компанией, и так мы стали лучшими подругами. Надо биться до последнего, если ты выйдешь, там будешь плакать за подругу. Зачем плакать, если можно выиграть, и подругу потом пожалеть. Ну, всегда так бывает, что как бы и друзья, но всегда такой дух соперничества есть, он и на тренировках помогает совершенствоваться, и когда ты выходишь на татаме твоей соперники, ну, даже там выиграл, проиграл, в конце этой обиду не держишь, ты понимаешь, что да, если проиграл, значит заслужил. Первый год моих тренировок я сразу поехал в спортивный лагерь, и еще не было такого года, чтобы этого спортивного лагеря просто не состоялся. Каждый год, один, два, три раза, ну, я лично езжу в спортивные лагеря, плюс сейчас мы уже всем клубом организовываем такие серьезные мероприятия. Лагерь может быть как завершающим, ну, этапом сезона, так и может быть, ну, предстартовый этап. Но в этом году мы едем в лагерь возле Буковеля, и он является таким очень важным предстартовым лагерем, потому что он начинается у нас в конце, в середине августа, и мы приезжаем практически уже, ну, вот в конце августа, 27-го, и с 1 сентября начинается сезон, начинаются первые турниры, первые выступления, и как раз вот за эти две недели мы постараемся вести спортсменов в оптимальную форму, чтобы они уже, приехав в Скорпат, они уже чувствовали себя нормально, они функционально были готовы, они тактически все вспомнили и готовы были дальше побеждать на тотальном. Ну, и вообще, как бы, лагерь – это такая интересная атмосфера, наверное, если спортсмен спросить у ребенка, что тебе больше всего там запомнилось вообще, что тебе больше всего нравится, они, конечно, скажут, а, поездка в лагерь, море, горы, ну, абсолютно не имеет значения куда, потому что, ну, это общение с друзьями, это не просто пришел на полтора часа тренировки, ты потренировался и ушел, увидел всех в раздевалке на 10 минут и все. Это, ну, это жизнь вместе, если часто там у нас будет две недели, такое совместное времяпровождение, там, походы в горы, тренировки, и вместе кушать, вместе там просыпаться, идти, что-то там, достигать каких-то маленьких успехов. Ну, то есть, лагерь – это круто, но я не знаю. И нельзя лишать ребенка такой возможности, это как бы такой маленький такой островок, оазис за целый год жизни ребенка, когда он ходит в школу, его там напрягает все, и он проснулся, учеба, репетиторы, потом уставший, плохо покушал, пошел на тренировку. И, ну, как раз лагерь – это такая тема, когда можно немножко отвлечься и можно немножко отойти от таких бытовых вопросов. Как, нормально идется? Только что? Очень долго. Очень долго? Кто-то везет? КОНЕЦ! КОНЕЦ! Мой чемпион! Мой чемпион! Я хочу быть тренером, который подготовил как минимум чемпиона мира, Европы среди взрослых категорий. А возможно это затронет даже и Олимпиаду в поживом виде. У каждого тренера это является какой-то маленькой проблемой, в плане того, что много времени ты уделяешь именно воспитанию чужих детей. Дети все наши, но у меня есть два сына, которые также нуждаются в отцовском внимании. Это всегда сложность, потому что у нас в клубе занимается много людей, ты тренируешь, воспитываешь, вкладываешь какие-то эмоции. И бывает приходишь домой просто абсолютно опустошенным, когда у тебя уже нет сил и ты просто хочешь выпить чашечку чая и лечь спать, потому что он очень устал. Дети занимают много, но в клубе занимают очень много сил, очень много энергии. И кажется, что там тренер попрыгал, ични санши, иго, и все, и пошел домой, и пьет пиво дома. Нет, на самом деле не так. То, что происходит в зале, их нужно держать всех вместе, нужно чему-то учить, нужно куда-то их двигать, детей. Нужно постоянно иметь такое желание, наверное, помочь, помочь как личности ребенку. И ты действительно приходишь домой очень уставший, и это влияет, наверное, на... Мне не нравится, это моя такая нелюбимая часть, потому что я обожаю своих детей. Вот Ваню, Артема, для меня это то, ради чего, наверное, я живу. И хотелось бы как-то найти какую-то золотую середину, где я смогу быть полноценным отцом, помогать своим детям, воспитывать, помогать им проходить какие-то свои преграды, потому что сейчас такой сложный мир, и нужно подготовить, особенно там мальчиков, это в принципе какая разница и мальчикам, и девочкам, нужно быть готовыми к трудностям. И я хотел бы, чтобы вообще спорт ни в коем случае не влиял на вот эти вот моменты мои личные. Конечно, очень много времени уходит на занятия клубом, клубными вопросами, не только тренировками, но и множеством всяких административных вопросов. Ну, не думаю, что мне тяжелее, чем жена дальнобойщиков, моряков. Быть женой вообще непросто. Нужно поддерживать своего мужчину, нужно стараться мотивировать его, быть музой. Не просто быть музой, но как-то находить в себе силы. Дети, ну, детей, быть может, хотелось бы, чтобы у него было больше свободного времени на занятия с сыновьями, но сейчас уже и старший наш ребенок занимается спортом, поэтому они все больше времени проводят на соревнованиях, на разных поездках, на тренировках, больше общаются. Ну, не знаю, спорт — это наша жизнь, для нас это интересно. Поэтому как-то я даже не рассматривала вариант его не поддерживать в этом. Тренерство занимает огромное количество времени, и ты постоянно, когда, ну, знаете, когда сезон начинается, ты каждые выходные просто, у тебя нет выходных. Ну, так что прямо как-то мешает, я не сказал бы, нет. Это, ну, если, как бы, семья относится к этому с пониманием, то, я думаю, мне должно оно мешать. Конечно же, это часть нашей жизни, потому что мы все связаны, мы связаны нашим клубом, нашими детьми, соревнованиями, поездками, аттестациями. Это календарь, который мы выстраиваем, постоянно в голове, и ты постоянно к чему-то готовишься. Фордис — это ты встаешь утром и думаешь, так, что у нас ближайшее по календарю. Аттестация — ты едешь на тренировки, каждый день ты готовишь детей к аттестации. Если соревнования, ты едешь на тренировку, готовишь детей к соревнованиям, и это совсем разные упражнения, все совершенно по-другому, и ты пытаешься вот подвести к соревнованиям или к аттестации к этой черте на максимально подготовленном уровне каждого ребенка, каждого спортсмена. Поэтому каждый день мы просыпаемся с мыслью о том, что у нас впереди и каких целей нам нужно достичь, как детям в группе для меня, так и моему собственному ребенку. Учебный спорт абсолютно не мешает, у меня получается соединять то и другое, довольно-таки неплохо учиться и тренировать, тренироваться, выступать на соревнованиях. Мои занятия не особо влияют на учебу, потому что если я хочу чего-то достичь, я сделаю все, чтобы это не пересекалось, потому что как и тренировки, так и учеба для меня очень важны. Вообще особо не мешает, но бывает, что когда много задают, ты приходишь очень уставшим с тренировки и часов 10-11 приходится делать какие-то работы, и это не всегда удобно. Учителя, они рады, они поддерживают, они поздравляют меня, а другим особо не нравится, потому что это мешает прогрессу, и я довольно много пропускаю тем, и из-за этого потом слегка проблема начинается. Единственное, что мы пропускаем в дни учебы, но она это все догоняет, поэтому пока мы все успеваем. Все равно потом надо это все догонять. В школе относятся, наоборот, с уважением, ребята уважающие, я хожу, и даже учителя, если получили медаль, мы всегда приходим, демонстрируем, нас даже хвалят. Ну, влияет ли? Бывает. Ну, если там много тренировок, ну, если несколько тренировок, как раз это средина года, и бывает, что влияет, а не успевает. Как-то я из тех родителей, которые не считают, что спорт мешает в школе. Ну, честно, вот я бы очень хотела, чтобы он был спортсменом и побольше ездил. Ну, как бы человек, который много путешествует, он развивается по-своему. Ну, просто сидеть в школе и учить уроки тоже хорошо, конечно. Можно и золотую медаль в школу кончить, но я бы хотела, чтобы он побольше ездил. Да, он будет пропускать занятия, да, он будет чем-то отставать. Ну, как-то мировоззрение какое-то, должно быть, не всесторонне развитый человек. Не знаю, для меня, кажется, это как-то обязательно. И влияние спорта в целом, это такой характер у него, что он не очень старается учиться. В спорте, да, он отдает самого себя всего полностью, но в учебе этим мы похвастаться не можем. Потому что я в спорте хорош, а вот в учебе не всегда. Седьмого класса мы были отличниками, потом нам это надоело. С каратэ никак не связано. Надеюсь, что навыки тренироваться, навыки какой-то усидчивости, достижения цели, как-то и там тоже сказывается, скажется в будущем. То есть пока был стимул, вот учились, сейчас тоже учиться нормально, но с каратэ никак не связано. То есть это проблема школы, это уже другое кино. Ну, наверное, половина моих достижений, это достижения не просто только меня, это достижения всей моей семьи, потому что только имея такую хорошую поддержку, имея такой положительный всегда настрой на мою личную работу, несмотря на то, что она занимает массу времени, она занимает всю, наверное, большую часть моей головы, когда нужно думать про выступления, про организацию мероприятий, турниры, поездки, вообще вот это вот все, оно кипит. И иногда даже, перейдя с тренировки, сложно даже остановиться, остановить поток этих мыслей. Но и моя жена любимая, она очень так поддерживает. И много есть идей, которые вот сейчас существуют в клубе Фортис. Это не только мои идеи, не только мои начинания. Это также мы с ней, вот с Катей, мы много обсуждаем, много решаем этих всех моментов, планируем мероприятия, советуемся о спортивной форме, что делаем, куда едем. Поэтому такой маленький консилиум, маленький такой совещание спортивного клуба Фортис происходит ежедневно, наверное, у меня дома, и каждый шаг, каждое мероприятие мы согласовываем вместе. Это, наверное, такой тоже важный момент. И если бы было что-то против, если бы моя вторая половина сказала бы «нет, это не то», и каждый раз мы как-то воспринимали любые моменты спорта в штыки, я думаю, что не было бы того, что есть сейчас в нашем клубе, и не было бы того настроя на дальнейшее развитие. У нас, во-первых, как-то разговоры о Фортисе у нас ведутся круглосуточно. На кухне мы можем что-то вспомнить там во время завтрака, какие-то идеи, какие-то мысли, что-то. То есть не бывает такого, что вот мы сели, и мы вот сейчас мы не говорим о спорте. Ну, как-то абсолютно спонтанно появляются какие-то мысли, идеи, что-то там. Всегда я стараюсь ему что-то напомнить, масса какой-то информации нужно уносить в голове. Напомни мне то, пожалуйста, напомни мне позвонить тому. Поэтому как-то идеи, мысли появляются частично у меня, частично совместно. Как-то абсолютно в разное время, там, время завтрака можем сидеть там, пить кофе и просто обсуждать какие-то там мысли, поездки, ближайшие какие-то соревнования, турниры. Куда бы повернула меня там судьба, не занимаясь со спортом, не знаю, там, везде она принимала участие. Там, при поступлении, там, жизнь, все закрутилось вокруг спорта. Я не знаю, каким бы я был вообще, какой был бы характер, потому что, ну, на самом деле, там, тренируюсь долгие годы, там, ну, спорт воспитывает, спорт как-то дисциплинирует, и, ну, я бы, наверное, никогда не дал бы такой точный ответ. Был бы я бы, кем бы был бы, там, я не знаю, там, юристом, там, экономистом, да, это невозможно. Что было бы, если бы не было спорта, то есть, ну, что-то было бы, а как? То название бойца, как для мужчины, которое должно быть в каждом мужчине, оно в нем развивается и крепнет. Конечно, на здоровье повлияло сильно, потому что, ну, в саду он был достаточно болезнен для ребенка. Вот, и спорт закалил, и на сегодняшний день он, ну, слава Богу, редко болеет, и, как бы, нас это тоже не может не радовать. То есть, спорт его закалил и сделал с него мужчину. Ну, и лично я, как мать, заметила, что вот, когда он, было время, которое он пропускал тренировки, он стал много чаще болеть, и как-то более уязвимым стал к всяким вирусным заболеваниям. И даже зимой вот бывает холодно, нам кажется, нужно ребенка поберечь, потому что вот босиком, холодной татами, но, тем не менее, если он пропускал тренировки, я старалась его поберечь, он болел значительно чаще, и мне кажется, что тренировки нужно посещать регулярно. Да, когда ты очень долго занимаешься одним спортом, ты можешь перестать расти, это может надоесть, и нужно менять. То есть, как нам рассказывали, что нужно отвлекаться от своего вида спорта хотя бы на неделю, допустим, после соревнований, либо на пару дней делать отдых, чтобы был немножко спад, то есть, сила, потом снова, чтобы ты начал расти, потому что если ты будешь постоянно расти-расти, в каком-то момент этот рост прекратится, и нужно чем-то другим заняться. То есть, допустим, тоже фехтование, я думаю, можно попробовать, потому что оно почти одинаковое с нашим видом спорта. То есть, те же стойки, тоже надо вперед бить, то есть, прямые удары, все очень-очень похоже, и это, думаю, интересно. Ну, если бы не каратэ, скорее всего, занимался бы каким-то боевым искусством, потому что это ближе всего, это мой вид занятия, я чувствую. Стараюсь мирным путем все разрулить, мирным путем все обойти, чтобы никаких драк не было, потому что мне это не нужны проблемы и тому, кого я могу ударить и так дальше. Пока не приходилось, прям серьезно, но когда все знают, что ты у тебя там 10-летний стаж занятием каратэ, с тобой не связывается обычно никто. Может быть, один-два раза, но я считаю, что когда человек уверен в себе, то ему не приходится применять. Все конфликты развязываются сами собой. Ну, пару раз, да, приходилось. Иногда знания с боевых искусств, ну, в определенности с каратэ, и понадобятся не только на татаме, а и просто в жизни. Особо конфликтов не было, поэтому не приходилось. Нет, слава богу, навыки в жизни мне не приходилось применять. Это, наверное, даже хорошо. Всегда хочу вот все, начать снова тренироваться. Конечно, существует как-то много факторов, и один из этих факторов также является лень, когда ты вроде устал, а на самом деле ты еще можешь, еще можно встать там, потренироваться. Ну, хочу вернуться, но прям планирую вернуться в спорт. Да, хочу еще драться над татами. Надеюсь, что как-то это состоится, это не будет просто какие-то слова, что вот говорит Гаврилан невыполнен, но я думаю, что еще подерусь немного. Я парень амбициозный, и очень хочу, вот, после своего возвращения в спорт, хотелось бы, конечно, выиграть чемпионат Украины. Вот для меня это такая самая большая цель основная. Может быть, даже на данный момент я не прикладываю столько усилий для этого, ну, в силу разных обстоятельств, но я об этом, это моя сейчас мечта, мое желание, и на данный момент я начал активизироваться, и хочу попасть в сборную, ну, и выиграть чемпионат Украины. Пока вот такая цель. Для меня это было бы уже достижением, потому что я выигрывал Украину, только уже в другом возрасте. Хотелось бы по-взрослому обрести медаль на этом турнире. И для меня это, я бы себя больше зауважал. Может быть, в будущем я буду выступать, поэтому, я думаю, посмотрим вообще. Посмотрим, пока не загадываю. Занять как можно больше первых мест, конечно, если, ну, еще занять еще одно первое место на чемпионате Украины в Северном Школе. Был перерыв большой, 3 года я был, 3-4 года я был уже без спорта, вот, но снова реанимировал свою карьеру и вернулся. Сейчас есть планы, цели, я хочу выиграть чемпионат Европы. Вот, ну, иду к этому. Это попасть в сборную и поехать, и занять место на мире. А вообще, в будущем, очень хотелось бы попасть на Олимпиаду. Я пытаюсь максимально быстро остановиться после травмы и хочу снова начать тренироваться, уже аж хочется прийти, повыступать, подраться, но пока что это будет сложно, потому что я потерял уже немного форму, уже нить и удары. То есть, бывало, что я приходил сюда, пару раз пил, и вообще тяжело, надо снова восстанавливаться. И я постараюсь максимально быстро восстановиться, чтобы готовиться к дальнейшим соревнованиям. На данный момент для меня достижение, что я когда-то не бросила этим заниматься, а продолжила, потому что я понимаю, что если бы я бросила, это было очень глупо. Сейчас я рада вот этому, я иду вперед к своим целям, намеченным. Пока это чемпионат Украины, а там дальше уже выше. Пока так. На ближайший сезон самое главное для меня цель, это в ноябре я выиграл чемпионат Украины и отобраться в сборную. Я думаю, что у меня сейчас все шансы есть, и я это обязательно сделаю. Тоже отбор в сборную в ноябре и выступление на чемпионате Европы. Обязательно победа на чемпионате Украины, победа на втором отборочном этапе и победа на чемпионате Европы. Это самое главное, наверное. Что-то просто в сборную попытаться взять медаль на Европе или на мире. Хочу всех выиграть. И занимать всегда призовые места, особенно первые. Выиграть в учет турниров. Выиграть в Украину, это она сейчас будет осенью ближайшей. Потом и Европу. Если можно, мир и Олимпиаду. Ну, хотелось бы. Я хочу связать жизнь с каратом. Именно связать свою жизнь. Не просто с спортом, а именно с профессиональным спортом. Я хочу давать именно результаты на международном уровне и продвигать просто свой клуб на международную арену. Я думаю, это будет в какой-то мере зависеть от успехов. Буду ли я связываю жизнь с каратом. Ну, юниорские, молодежные. Потому что, если будет что-то получаться, будет хотя бы какой-то намек на то, что что-то еще смогу сделать, что надо просто работать и все будет хорошо, то тогда, конечно, останусь. Хотелось бы выступать, конечно, дальше на соревнованиях, попасть на Олимпийские игры в 2024 году и хотя бы занять какое-то призывание место. Я не говорю уже о чемпионе Олимпийских игр, но призывание место было бы неплохо. Представлять свою страну на Олимпийские игры – это большая честь. Да, после школы хочу поступить на тренера. Хотя бы закончить 11 классов и поступить на тренера. Когда будет 18 лет, открыть свою секцию уже не дополнительные, чтобы были тренировки, а уже свои ученики. С нуля их готовить. Они пришли, все, я их тренеры тренирую. Зал хотелось бы, именно свой, личный. Вот такие планы. Ну и своих учеников готовить к Европе, к миру. Хотелось бы, чтобы они выиграли. Я хочу добиться мировых побед. Ну и тренером я не думала, что хочу стать. Это его жизнь, он уже взрослый парень. И я думаю, что эти все решения будет принимать он сам. Ну, давить однозначно я не буду, но я думаю, что ты должен идти в спорте, ты должен идти дальше. Но я думаю, что он парень умный. И понимаешь, что это олимпийский спорт, вот с 20-го года до Олимпиады, то это дополнительная мотивация для него, чтобы заниматься спортом. Ну и в дальнейшем. Ну не знаю, я думаю, что спорт у нас будет присутствовать всегда в жизни. Я надеюсь на это, потому что это все-таки здоровье, это красота, это фигура, это самоуверенность, это доверенность, это какой-то боевой дух в любых ситуациях, даже несмотря на физические какие-то конфликты или что-то. Это собранность, это дисциплина. Поэтому если она посчитать нужным, продолжать, я ее поддержу на все 100% с мужем. Поэтому выбор только за ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали огромный шаг вперед, да, и не только там, если говорить о результате, а в принципе, о организационной работе, что у нас уже большое количество тренеров, талантливых детей перспективных, и я надеюсь, что будет огромное количество медалей с официальных чемпионатов. Фортиз – это, наверное, неотъемлемая часть нашей жизни. Это наш клуб, которым мы гордимся, потому что очень много хороших спортсменов в нашем клубе, которые прославляют не только нас, как клуб спортивный, но и наш город, и нашу страну за границей. Фортиз для меня – это как семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это для меня мой клуб, это место там, где много моих друзей, и мои тренера, команда, с ума даже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это второй дом, куда можно всегда прийти, и где тебя поддержат, и ты будешь чувствовать себя уютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это неотъемлемая часть нашей жизни, моей, так и Дашиной, потому что ежедневные тренировки, ежедневные наши встречи – это моя вторая семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все знают, что такое Фортиз, что значит это слово, что такое Фортиз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семья команды, в которых я живу, дом, в которой я тренируюсь, делаю свой путь к большим целям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это уже образ жизни, образ жизни и часть нашего быта, то, без чего мы не представляем свою жизнь. И даже сложно словами передать, если честно, как-то уже настолько все связано с этим клубом, с этим спортом, что это правда образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как часть из семьи. Фортиз – это для меня все. Это семья, семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это мой клуб, Фортиз – это моя семья, мои друзья. Я знаю, основан своего тренера Ивана Розда очень давно, как бы... Вообще, у нас очень крутой коллектив. Приходите все к нам на занятия. Это семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это вторая семья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня большая, огромная семья, которая всегда может тебя поддержать и помочь. Трудный минус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фортиз – это место, где мы занимаемся, где у нас есть много друзей, где мы можем не переживать то, что кто-то нас обидит, кто-то еще что-то сделает. Бывают, конечно, такие моменты, когда кто-то ссорится, кто-то в КУМИТЕ кого-то сильно ударит, но мы особо и не обижаемся, потому что мы одна большая команда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И семья. Это семья, это клуб, которым я занимаюсь. Здесь, как бы, и даже не знаю, что сказать, столько всего, ну, это все на самом деле. Это как вторая семья для меня. И я в ней также стараюсь помогать, ну, выигрывать, так же самое, как в своей семье. Вторая семья для меня. Потому что здесь каждый раз, когда ты приходишь, здесь близкие тебе люди, лучшие друзья, лучшие тренера вообще в Украине. Так что ты сюда как домой будешь приходить. Фортис для меня это как вторая семья. То есть там все мои друзья, ну, с которыми я очень хорошо общаюсь, и, ну, и очень хорошие тренера там. То есть никогда тебе не сделают плохо. Фортис. Фортис – это огромная часть жизни. Понятно, это друзья, это мир. Но если так вот для себя сформулировать, я надеюсь, что Фортис – это, в общем-то, для меня надежда на будущее. Вот то, что формируется, то, что вкладывается. Те люди, с которыми он работает, тренируется, те дети, которые вот вместе с ним рядом ходят. Ну, это основа будущего, я надеюсь. Да, что как-то они будут пересекаться, как-то они будут расти, как-то они будут себя в жизни реализовывать. Вот не теряя друг друга. То есть так было у меня, в принципе. Моя жизнь сделана вот из спортивного туризма и по семье, и по бизнесу, и по карьере. Я надеюсь, что у них тоже это будет. То есть они уже сформированные специалисты, профессионалы, как бы, больше десяти лет в карате, они уже все понимают, все знают. И надеюсь, что в будущем это их выведет на хорошую дорогу. Чем вы этим занимались? У меня это, в первую очередь, семья, которые есть поддержка друг для друга. И это спорт, это все. Ну, в спортивном клубе Фортис могут заниматься абсолютно все, все, которые желают научиться, что-то из карате, ну, там, если ребенку, там, 4 года, он может смело прийти и попробовать себя. Если это взрослый спортсмен или взрослый, просто человек, который, ну, интересно, что такое карате, может попробовать. Тоже можно прийти и попрактиковаться, и, возможно, кому-то понравится. И буду дальше продолжать тренироваться и посещать нашу секцию. Такую тему, вот, как написание книги, возможно, будет, но, там, может быть, лет через 10, когда действительно будет какой-то накопленный жизненный опыт, потому что сейчас я еще молодой, у меня там 30 лет, и еще совсем-совсем молодой тренер. И когда будет что рассказать, когда будет о чем поведать, я думаю, я к этому вопросу вернусь, но пока еще нужно работать и набираться опытом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова